Привет, друзья! Это таблица коэффициентов УЕФА. В этом ролике вы услышите итоги недели. Испанская федерация футбола занимает первое место. Очки в копилку принесли Севилья, Хитафа и Атлетико. Валенсия и Эспаньол крупно удивили. Ареал и Барселона играют на следующей неделе. Видимо, Испания лишится двух команд. Англия отстает на 11 очков. Поединки на этой неделе провели всего лишь 5 клубов. Ливерпуль и Туттенхем в Лиге чемпионов проиграли с минимальным счетом. В Лиге Европы очки в таблицу коэффициентов принес Манчестер Юнайтед, Вулверхэмптон и Арсенал. Напомню, что волки закончили группу победы над Башикташем 4-0 и открыли игры плей-офф с таким же счетом. На спортивном вышел обзор на новый релиз рейтинга сборных. Смотрите после этого выпуска. На третьем месте в таблице УЕФА Германия. Напомню, что у нее после группового цикла выбыла Боруссия Минхенгладбах. Итак, выигрышный билет. Вытянули Боруссия, Дорхмунд, Лейпциг, Айнтракт, Вольсбург и Байер. Превосходный результат. Замечу, что 4 команды из 5 играли в домашних условиях. Баварию на следующей неделе ожидает поединок в Лондоне с Челси. Если немецкие клубы еще немножко поднажмут, то покажут лучший сезон за последние 6 лет. Нужно добыть в свой актив еще 3 пункта. Это совсем реально, если учесть, что эта неделя принесла им почти 1,5 очка. 1,42. Следующая в таблице коэффициентов Италия. Ее клубы конкурируют с клубами Бундеслиги. Дистанция на данный момент составляет 2,6 очка. Отрыв постоянно растет. Напомню, что серия А лишилась в Еврокубках двух команд. Ранее выбыла Лацио и Торино. Как же сыграли остальные? Аталанта взяла вверх над Валенси. Наполи и Ювентус только готовятся к своим матчам. А Интер и Рома победили в Лиге Европы. Итальянцы должны выйти на свои привычные показатели. Примерно 14 очков за сезон. Всего же у них за последние 5 лет уже 67,3 очка. Французская ассоциация входит в первую пятерку. К сожалению, в Еврокубках осталось только два представителя Лиги 1. Оба они выступают в Лиге чемпионов. Леону только предстоит свидание с Ювентусом, а ПСЖ уже проиграл с разницей в один мяч Боруссии. Стоит вспомнить, что покинули нас такие французские команды, как Лили, Сент-Этьен, Рен и вылетела ранее, как пуля на старте сезона Страсбург. Португальцы наращивают свой потенциал, чтобы догнать и перегнать французов, но на этой неделе слабое выступление. Все клубы чемпионатуша-примеруша играют во втором турнире. Столичный спортинг порадовал своих фанатов триумфом над Истанбулом. Остальные ездили в гости и горевали. Правда, у всех сохраняются прекрасные шансы. Проиграть на выезде с разницей в один гол не критично. Победа спортинга отдаляет Португалию от России. Замечу, что за один неполный сезон они опередили клубы РПЛ уже на 4 очка. Этот розыгрыш для России один из самых худших. Нечто подобное было в сезоне 2003-2004 годов. У Бельгии два участника, значит не проходим мимо. Брюги удержал ничью с Манчестером Юнайтед, а Гент уступил Роме 0-1. Нормально, могло быть и хуже. Честь Нидерландов отстаивает Аякс, который уступил Хитафе 0-2. Азел Кмар не сумел переграть Ласк. Есть вопросы. Быть может, после первого раунда плей-офф у голландцев будут потери. Этот сезон для клубов Р-дивизии уже успешнее предыдущих. Украина на 10-м месте. Шахтер сделал то, что и требовалось. Победил. Можно вспомнить, как в предыдущих обзорах украинские клубы преследовали одни ничьи. Показатели команд УПЛ повторяют достижения прошлого розыгрыша, но могут еще подрасти. У Турции Станбул уступил. Больше команд тут нет. И это плохо, ведь на 11-ю строчку готова зайти австрийская Бундеслига. Она имеет два коллектива. Ласк показал приемлемый результат на выезде, а вот клуб из родины Моцарда Зарцбрук готовится покинуть Лигу Европы. Да, он себя обязательно проявит в ответ на игре. Просто так не сдастся. Но должно произойти чудо в игре с Айнтрактом. Даня занимает 12-е место. Как сыграл ее Копенгаген? 1-1 с Селтиком. Если пройдет дальше, можно считать, что сезон успешный. Речают команды, но у Шотландии их остается еще две. Два брата Акробата принесли очки. Про белозеленых мы только что упомянули, а вот Рейнджерс, уступая по ходу домашнего матча 0-2, умудрился выиграть у Браги. Очень-очень хороший сезон. Нечто подобное было 12 лет тому назад. Но есть уверенность, что глазгианцы превзойдут то достижение. Чехию пропускаем. Кипрский АПЛ почти потерял все шансы на выход в 1-8 финала после поражения от Базеля 0-3 на своем поле. Греческий Олимпиакос уступил минимально Арсеналу, но в Лондоне их растерзают. Но это не точно. Швейцария, благодаря победе своего последнего клуба, приблизилась к Хорватии. Мальмё, представляющий Швецию, проиграл. Очков нет. Болгарский лудогорец после фиаско на своем стадионе от Интера подписал себе уже приговор. А вот румынский Клуш сумел принести заветные баллы. Если в следующем матче будет ничья, то румынская ассоциация обгонит польскую. Рекомендую посмотреть рейтинг FIFA. Ставь лайк, если за твоим окном идет снег. Ставь лайк, если информация была полезной и интересной. Ставь лайк, если это тебе ничего не стоит. Ставь лайк, если это не заденет твоих чувств. До встречи на Спортивном.